Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Ирины Львова. Смотрите в этом выпуске. В ответе за подчиненных депутат Татьяна Лобач не видит причин для смещения с должности своего заместителя. По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки. Качество торговли в Гагаринском районе проверили рынок на героев Сталинграда. Как донести свою инициативу до госструктур и защитить общественное мнение от агентов иностранного влияния? Российский институт стратегических исследований собрал в одном зале чиновников и активистов. В Судаке начал работу первый форум крымской общественности. С подробностями Анна Малышко. Республика Крым в бюджете следующего года планирует заложить порядка 15 миллионов рублей на поддержку проектов некоммерческих общественных организаций. Об этом объявил зампредседателя Совмина на первом форуме крымской общественности. Однако Дмитрий Полонский посетовал на низкую активность крымчан. По его словам, на полуострове официально зарегистрировано 1800 общественных организаций. И считанные единицы из них в этом году выходили на правительство с реальными предложениями. «Всегда должна присутствовать такая самокритичность. Но если мы тут скажем, что мы все делаем правильно и у нас все получается, но это будет далеко не так. И не всегда видно, мы же не можем дойти до каждого уголка, до каждого населенного пункта и дойти до каждой проблемы просто своими собственными мыслями, своими собственными взглядами. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы люди, которые находятся на местах, чтобы люди, которые в центре общественной жизни, социальной жизни, экономической, чтобы нам подсказывали, обращали внимание. А то, что нас критикуют, так это правильно. Мы, наоборот, всегда говорим, критикуйте, подсказывайте, потому что для нас это в обязательном порядке руководство к действию». Одна из связующих нитей в цепочке «Человек-государство» – это общественная палата. Однако Севастополь остается последним регионом России, где этот орган до сих пор не сформирован. Напомним, законодательное собрание вместо того, чтобы представить своих кандидатов, нафилированных СМИ осуждает губернаторских претендентов, вызывая недоумение у коллег-соседей. «Вначале в Севастополе нужно создать общественную палату. Если честно, я пока не совсем понимаю, почему этот процесс в Севастополе так долго происходит, почему он затянулся без общественной экспертизы законопроектов, нормативно-правых актов. Будет работать очень трудно. Конфликты в обществе могут происходить, если эти нормативно-правые акты или законы не будут понятны людям и широкой общественности, и не будут проходить вот этой самой экспертизы». Однако не все некоммерческие организации одинаково полезны. Часть финансируется по зарубежным грантам, создавая так называемые мифы о полуострове и, следовательно, неся угрозу государственности. Так что одна из целей – защита общественного мнения от посторонних факторов, отметил заместитель губернатора Севастополя Александр Пушкарев. В целом же на гражданскую активность Севастополь не жалуется. В этом вопросе он обгоняет Крым. Только официально зарегистрированных общественных организаций здесь почти шесть сотен. Безразличных граждан в принципе нет. При принятии стратегических решений общественное мнение служит надежной опорой, выражая согласие или подвергая конструктивной критике те или иные действия правительства. Сегодня общественная жизнь Севастополя характеризуется большой социальной активностью. Общественность вовлечена в решение повседневных задач города и отражает мнение жителей города Севастополя. Немаловажной является работа общественных комитетов и советов при муниципальных и федеральных органах власти. Однако сегодня мы можем наблюдать и негативные последствия формирования общественного мнения. К сожалению, все чаще появляются силы внешние или внутренние, пытающиеся манипулировать, контролировать, навязывать определенную точку зрения в обществе, то есть формировать ложное представление общественного мнения. К их методам относятся так называемые сегодня информационные войны, различные пиар-технологии. Власть уверяет, что карманных общественников плодить не планируют, беря курс на диалог и открытость. Российский институт стратегических исследований работает на полустрове уже давно. Теперь же выносит на повестку дня вопрос роли общественного мнения уже в современном Крыму. Огромную роль крымская общественность сыграла в очень важных вопросах, в частности, в вопросах невступления Украины в НАТО в соответствующие периоды. Но сейчас ведь важно не замерять более или менее активно стало, а сейчас важно думать о том направлении деятельности этой общественности, формирование новой повестки дня, для того, чтобы крымская общественность не завязала в каких-то совершенно неактуальных и ненужных ей делах, чтобы она не тонула в мелочах, а формулировать действительно реальные, масштабные и необходимые для региона и вопросы, и заниматься такими актуальными проблемами. Единой пилюли и рецепта, как же взаимодействовать, обществу и госслужащим в России нет. Так что, возможно, крымская площадка инициатива Российского института стратегических исследований станет неким новшеством для страны в целом. Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. По другим темам, Татьяна Лобач, как председателя постоянного комитета по экономике, удивила предложение сместить с должности ее заместителя Татьяну Вусатенко. Об этом она заявила сегодня на брифинге. Напомним, вчера на пленарном заседании по инициативе восьми депутатов, пожелавших остаться неизвестными, вопрос несоответствия должности и смещения Вусатенко неожиданно оказался в повестке дня, но позже был снят с рассмотрением. В комментариях с журналистом депутат Вусатенко рассказала о разговоре, который состоялся у нее накануне с председателем законодательного собрания. Отметив, что спикер Алексей Чалый предложил ей добровольно написать заявление о сложении полномочий. В противном же случае недовольство ее работой будет озвучено в сессионном зале. Татьяна Лобач заявила, что как руководитель депутата Вусатенко претензий к работе подчиненной не имеет. Для меня это было, так сказать, удивление, потому что, я думаю, смещение, вы знаете, у каждого, наверное, из вас есть заместитель. И прежде чем вносить такую инициативу, надо было посоветоваться или спросить у профильного комитета. Это рабочая ситуация, которая так или иначе должна решаться с руководителем законодательного собрания, непосредственно нашим органам законодательной власти или с профильным комитетом. У меня претензий по этому вопросу в мое отсутствие. У меня, Татьяна Анатольевна, представила отчет о проделанной работе за весь этот период. У меня претензий к ней нет. И точно так же у членов комитета по экономике. Но, может быть, мы узнаем, когда мы узнаем фамилии восьми депутатов, может, мы будем разбирать рабочий процесс. В целом же, по словам Татьяны Лобач, комитет по экономике сейчас занимается анализом профильных программ, которые лягут в основу бюджета 2016 года. Готовят поправки в закон о промышленной политике и изучают потенциал развития сельского хозяйства, промышленности и торговли. Полиции задержан подозреваемый в убийстве 79-летней жительницы города, передают пресс-службы МВД. О смерти женщины сообщил ее сосед. Мужчина находился в подъезде, когда услышал шум из квартиры сверху. После того, как поднялся на лестничную площадку и у двери увидел незнакомца и лежащую на полу пенсионерку. Несмотря на попытку остановить злоумышленника, тот сбежал с места преступления. Выхавшая следственно-оперативная группа по указанному адресу обнаружила труп женщины 1935 года рождения со следами насильственной смерти. Правонарушителя задержали по горячим следам. Личность подозреваемого сотрудники МВД установили сразу. Им оказался 35-летний севастополец, злоупотреблявший спиртным. Сейчас мужчина под стражей и ожидает суда. В его отношении возбудили уголовное дело. По статье Уголовного кодекса убийства, севастопольцу грозит до 15 лет лишения свободы. В Севастополе продолжают бороться с несанкционированной торговлей. Сегодня проверяли рынок на героев Сталинграда. Как выяснилось с бумагами, у предпринимателей все в порядке. Но у большинства из них продукция размещена с нарушениями. Товары выставлены за пределы торговых точек, на тротуар. За это предпринимателям грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. По результатам проверки составлено 4 протокола. Практически у всех здесь есть договора на вывоз мусора, но все нарушают, в принципе, по установке прилавков за территорией обозначенной законной. Поскольку сегодня они все позакрывались, попрятались, мы это дело все задокументировали. И будем их официально вызывать к нам в администрацию для составления протоколов об административных правонарушениях. То есть уведомления будем отправлять по почте. И со сроками, когда им явиться с документами для составления соответствующих протоколов. Если они не являются, мы составляем без их присутствия протокола. Нам сделали замечание, я убираю отсюда вот это вот все, чтобы не стояло на тротуаре. Начиная с августа, такие проверки в Гагаринском районе проводят несколько раз в неделю. Специалисты уже побывали на Юмашевском рынке, площади 50-летия СССР, проверили торговые точки возле портовой поликлиники. Район заметни стал чище, то есть несанкционированной торговли практически не было. Как вы помните, в прошлый раз, когда мы были здесь практически везде, по этому ряду была торговля, сейчас ее нет. Рейды у нас начались с начала августа. У нас появились полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях и мы стали выходить. На этом у меня пока все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok